Всем еще раз привет! Очень рада вас здесь видеть. Очень классно, что мы наконец-то все вместе собрались. Это первый воркшоп этого сезона. Назовем это мастер-классом и фидбэк-сессией по поводу ваших работ. В общем, проект существует с 2016 года. Он стартовал вместе с Алисией Кис, и он существует в разных странах. И Дискорд – это как раз то место, которое позволяет нам посмотреть, как он разворачивается в глобальном плане. У нас в России проект реализуется на базе ВКонтакте, и там у нас есть лекции и за первый сезон, и сейчас выходят лекции к каждому образовательному блоку. Все бесплатно, в свободном доступе, можно смотреть, изучать и участвовать в челленджах. Вот, хотела сделать такую вставку о том, как выглядит наш проект сейчас. На самом деле пришло 400 песен, поэтому мне кажется, что вы здесь уже означает, что вы очень классные музыканты. И на самом деле вы все очень разные, и я старалась выбирать не по своему стилю музыки, не по своим каким-то вкусам, а самых разных музыкантов. И еще все находятся на разном уровне, и все это очень интересно, и мне очень приятно наблюдать, как это у вас происходит, потому что вы суперские. Вот и все. Кстати, очень рекомендую вам почитать не поэтические, ну, то есть методические материалы Маяковского, например, потому что он очень любил писать о том, как он создает свои стихи, и мне это очень-очень помогло в свое время. Я, в общем-то говоря, просто подслушиваю, даже иногда включаю диктофон во время того, когда общаюсь со своими друзьями или родственниками, и просто краду чужие фразы. И мне это очень помогает. Ладно, друзья, тогда давайте перейдем к вашим песням. И первый человек – это Хармон. Хармон. У него очень хорошо сделаны продакшены, и трек звучит очень здорово. Он очень крутой вокалист. Единственное, что меня смутило – это отсутствие каких-то… Ну, то есть, смотрите, трек очень хорошо его разделен по композиции. Там много разных переходов мелодии, там есть хук, там есть куплеты, припевы. Все это так очень жирно, друг от друга отделено, но при этом всем гармонически это никак не разделено. И мне кажется, было бы очень круто, если бы он попробовал какие-то гармонические приколы, просто сменять аккорды, например. А еще лучше сделать какую-нибудь модуляцию. Простые вещи более понятные, и чаще всего… Ну, это даже гораздо более крутые ходы, но мне кажется, это очень крутой этап просто попробовать. Я вообще призываю вас баловаться с этими вещами. Никто это, понимаете, никому не запрещает, и это будет очень полезно. Папа Али, правильно? Класс. Мне тоже очень понравилась ваша песня, и больше всего мне понравилось, что… Ну, на самом деле, тема вашей песни достаточно вообще депрессивная. Мне кажется, это песня про депрессию, про уныние, про апатии, про какой-то очень тяжелый период в жизни лирического героя. И тем не менее, она звучит очень как-то светло, и я обожаю такие вещи. Именно поэтому меня зацепила ваша песня. Мне кажется, это самый козырный вариант. Петь весело о грустном. Петь, может быть, грустно о веслом. Этот контраст всегда работает, и он всегда очень крутой. И, наверное, контраст – это мой самый любимый прием. Если вы, может быть, следили когда-нибудь за моими песнями, в общем, это то, что мне помогло в какой-то момент выстрелить. Ну, просто видите, я еще сижу всех по одной песне, и просто мне очень хочется, чтобы вы пробовали какие-то разные вещи. И если вы очень ироничный исполнитель, то тоже были такие ребята, которые представили суперсмешные песни, мне очень хочется, чтобы вы, например, перебороли себя и попробовали написать что-то на серьезных вещах. Или наоборот, мне кажется, это вообще всегда самая козырная тема. Обилие каких-то эффектов на вокале, обилие этого автотюна. Мне кажется, с этим нужно быть очень осторожным. На начальном этапе мне очень понравилась девочка Вера. Мне очень понравилась твоя песня, и мне кажется, именно с такой песней, как у тебя, очень круто начинать свой творческий путь. Очень круто ее куда-нибудь в ТикТок закинуть или в любые, ну там, снять на нее видео, потому что она в лоу-файном стиле. То есть зрителю всегда очень интересно наблюдать за твоим развитием, за тем, как ты сначала снимаешь на какую-то плохую камеру, на плохой микрофон записываешь, и многие артисты делают это даже специально. Это можно использовать, и самое главное, не бояться, что ты недостаточно крут, и ты недостаточно профессионально сведен. Поэтому, мне кажется, можно вообще не бояться, что у тебя что-то не из-за автотюнина и так далее. Будьте ей весь совет. Следующая девочка Яна. У тебя великолепный вокал. Я просто обзавидовалась тебе. Ты очень красиво поешь. Это очень круто, и ты очень здорово умеешь управлять своим голосом. Мне показалось, что ты, наверное, занимаешься все-таки этим профессионально, и где-то училась. И еще мне очень понравилось. Ты построила свой текст. У меня всегда бывает такая проблема. Я уже написала припев, он уже готов. И потом мне нужно придумать какой-то куплет. И это так тяжело. Это всегда такая тягомотина. И ты очень круто из этого выбралась. Я тоже люблю этот способ делать. Если вы даете вначале пару деталей, зарисовку о том, где мы находимся, кто мы такие, откуда мы, мне кажется, это очень здорово помогает слушателю включиться. И в целом я в некоторых треках как будто бы не до конца поняла, кто ваш лирический герой. То есть это, конечно, получается сделать, но для этого нужно прикладывать усилия авторам любых текстов, и поэтических, и прозаительных. Но это такое одно из базовых правил. Ты должен знать про своего лирического героя все. Я прям рисую схемку, знаете, стрелочки, противостояние, что чему противостоит, кто с кем борется, кто кого не любит, какие у кого в голове путаницы. И я никогда это не пишу в тексте. Но это всегда будет видно и понятно слушателю, и тогда ты сможешь как бы присоединиться. Это очень полезно знать. Что это вообще за чувак, про которого ты поешь? Мистер Гинсберг. Это музыка, которая очень не похожа на мой стиль, но мне с самого начала, как только я включила трек, очень понравились рифмы. И это сразу завышает планку, когда рифмы не глагольные, а не какие-то необычные, и там такая плотная рифмовочка одно на другое, на третье. И это очень завышает планку. И в таких треках всегда очень хорошо слышно, когда ты, типа, сделал что-то ради рифмы. Например, такая рифма «Девчонка-пчелка». Я в этот момент такая «Блин!». На самом деле, практически в любом треке есть такие строки. И в моих треках вы тоже можете найти эти строки, когда ты сделал это просто для рифмы. Если мы действительно делаем акцент на текст, то это действительно всегда привлекает внимание, когда идет все так хорошо, гладинко, и потом вот эта запинка. Просто ты задаешь такую какую-то крутую планку с этими клевыми рифмами, и я жду все больше и все круче. В целом, я почувствовала в некоторых моментах, что тебе просто как будто бы не хватало немножко материала, когда ты сидишь и думаешь, что же сюда, вот как бы мне, каким бы способом мне поместить сюда эту фразу. Вот неосторожное, ненужное слово может просто рассыпать весь этот сложный механизм. И ты уже, знаешь, и сайт с рифмами пересмотрел, и все пересмотрел, и просто впихиваешь сюда, что попало. Мне кажется, вот в такие моменты, просто когда сам этот процесс настолько тормозится, и тебе настолько неприятно это делать, и ты такой, ой, ладно, пусть будет вот это. Может быть, и в этот момент как раз стоит просто вычеркнуть эту строчку. Мне кажется, один из важных навыков, крутых авторов, в том, чтобы смело выкидывать, вычеркивать какие-то куски своих песен, и это бывает физически больно. Творчество — это такое дело, это же не то, что ты формулу неправильно решил, поэтому я стараюсь просто сама либо его отложить на время, либо просто постараться как-то отвлечься и взглянуть заново. Тиев. Это я. Очень понравился твой текст. Он такой сумасшедший, он такой странный. Я очень люблю, когда, слушая музыку, ты просто не понимаешь, что с тобой происходит. Есть такие авторы, как Оксимирон и Ваня Нойзем Си, которые, составляя текст, в первую очередь, опираются на смысл слова, его значения. И когда я слушаю Нойзем Си, я как будто бы читаю книжку с каким-то сюжетом, с какими-то клёвыми терминами и мыслями, а когда я слушаю Логутенко или Фараона, которого я до сих пор очень люблю, у меня ощущение, что я хожу по выставке современного искусства и наблюдаю за этими странными вещами там. И это не несёт какой-то конкретной инфы, ничего не произошло, но ты наслаждаешься этими яркими, необычными образами. В общем, просто мне хочется, чтобы ты не стремился попадать под шаблон. Мне показаешь, честно, что музыку, которую ты выбрал, она слишком проста для твоего текста. Она какая-то такая пацанская, простенькая, это тоже неплохо, но мне кажется, твой вот этот вот, знаешь, немножко сумасшедший, абстрактный текст, он в той гораздо более необычной аранжировки. Просто некоторые из вас действительно способны делать качественную, хорошую попсу, но мне кажется, что мы с тобой, Тиф, это не наша колея, мы должны какими-то экспериментами протаривать какие-то новые дорожки. Текст удивительный, очень странный, в хорошем самом-самом-самом-самом-самом-самом-самом. Солнце в зените, кто написал эту песню? Ребята, это супер песня! По музыке, мне кажется, это действительно самая крутая песня. Несмотря на то, что она как бы соответствует нашей теме, она как будто бы совсем не гонится за модой. Есть элементы и ретро, и какой-то киберфанк, неповторимый, своеобразный стиль. Так вот я пишу. Много необычных инструментов. Как раз-таки пример того, что музыка не всегда становится лучше того, что она пытается подстраиваться под какие-то стандарты, а иногда совершенно наоборот. Потому что, знаете, просто мне хотелось, чтобы вы были более, ну, как-то абстрактны и образно попробовали написать. Я не очень люблю, когда люди напрямую в искусстве говорят про своих эмоций. В общем, мне так захотелось, знаете, визуально представить, увидеть, может быть, с помощью каких-то деталей. На самом деле, очень многие артисты поют в виде каких-то таких терминологических фраз о том, что такое счастье. Вот они прям поют. «Счастье – это та-та-та». И мне кажется, что если смысл твоей песни или твоего фильма, любого творчества можно в виде какой-то цитаты, ёмкой фразы, которые не написать даже там целым абзацем, их можно только прочувствовать с помощью каких-то триггеров из нашей жизни, каких-то конкретных вещах. Вот. Но это у всех свой подход. У всех здесь своя тема. Ой, а скажите, а мистер Федя Ярец, он здесь? Я ищу тебя в морях, капитан потерял маяк, это мой плен, но дай мне знак, поднимаю белый флаг. Я ищу тебя в морях, капитан потерял маяк, это мой плен, но дай мне знак, поднимаю. Мне очень понравился ваш припев. Спасибо. Мне очень понравилась ваша вообще мелодия, ваш голос, один из самых запоминающихся припевов. В общем, просто супер. Я вообще желаю вам найти то, что вы хотите в этой жизни, какую-то свою атмосферу, свою какую-то особенную фишку, но я прекрасно знаю, что вы это сделаете и что вы это ищете и уже даже, ничего уже даже не надо, может, искать. Уже ведь все супер, по-моему. Нет? Все классно вообще. Но вы знаете, вы уже, видимо, просто более профессиональный музыкант. Вам уже все подвластно и все известно. Ну, чувствуется, конечно, сколько вы там инструментов с собой нахватали, сколько вы всего напридумывали. Ну вот, Нил Польский. Кто это? Это я. Слушай, я так смеялась. Дождь это кайф, дождь это кайф. Мне кажется, ты очень круто вообще использовал нашу тематику. И какие-то яркие образы. Кровавый дождь, мокрые котята. Вот то, что я тебе говорю, когда ты ходишь и просто поражаешься всему происходящему. Мне очень нравится такая музыка. Я очень люблю иронию. Я люблю, когда музыка веселая. И твоя музыка действительно очень веселая. И много людей, которые поют с серьезным лицом и делают это хорошо или плохо, но мало людей, которые поют весело и иронично. Так, теперь у нас на очереди Илья Чурбаков. У вас вообще, мне кажется, песня тоже наиболее соответствовала нашей теме. Мне было очень приятно, что вы услышали. Хотелось сделать достаточно общий, чтобы было какое-то поле для творчества. В общем, мне очень хотелось, чтобы вы просто расширили какой-то, усложнили как будто бы то, что происходит в тексте. Хочется знать больше. То есть, мне кажется, вы можете просто добавить буквально несколько деталей, несколько слов на самом деле, и мы все поймем гораздо более глубоко о том, что у вас на душе. Мне бы хотелось, чтобы вы были более открыты и расслаблены. Мои друзья-музыканты, например, прежде чем альбом выпустить, они присылают треки мне. Причем мне спрашивают, Лиз, ну что, ты послушала, я альбом-то тебе там скину? А я говорю, нет, я не успела. Говорю, у меня в телефоне не открывается, что у меня какая-то проблема. Ну, потому что я не могу. Ну, потому что то, что мне кажется изъяном, я говорю, вот, ну, хорошо, эта строчка мне кажется провальным. А человек мне говорит, ты знаешь, что всего бы этого альбома не было без этой строчки. Эту строчку сказал мой дедушка перед смертью. И в ней весь смысл моей жизни. И ты такая, не со мной так бывает. Вот я реально говорю, все советы, которые мне давали, может, пару из них мне понадобились. Остальные я просто вышвырну. Так что мы можем с вами позадавать друг другу вопросы. Что дальше делать? Я написал хит, написал хит, и не один. И я не знаю, что с этим делать. Я не понимаю, куда это девать, что, типа, они валяются у меня, типа, в папочке, типа, они копятся, у меня их много. Ну, это только, мне кажется, у творческих людей такой вообще стоит вопрос. Это чисто наша какая-то тема, вот эта бесконечная рефлексия. Мне кажется, что самые успешные артисты, которых вообще есть на свете, это люди, у которых просто совпало. Их талант, их вот эта вот настойчивость. Вконтакте не собрало, я выложу в ТикТок. Вконтакте не собрало, выложу еще раз. Не получилось, накоплю там, хотя я не знаю, насчет рекламы, честно, я пробовала делать платную рекламу. Тогда еще ТикТок не был популярен. Я делала платную рекламу Вконтакте. И это было ужасно. От нее пришел только хейт мне. Может быть, я не совсем правильно настроила это как-то. В общем, платная реклама мне никак не помогла. Но мне помогла, вот в какой-то момент мне прям стало это надо. Ну, я кидала в комменты. Как я поняла, что в ТикТоке главное вот это настойчивость. И что его отличает от, например, того же Вконтакте, мало людей оценивают твои твои посты целиком. Как вот говорят там в Инстаграме, сетка профиля. Вот твою сетку никто не смотрит. И поэтому, мне кажется, там очень важна вот эта вот настойчивость, какая-то искренность в зависимости от того, в какое направление ТикТока ты хочешь попасть. Но мне кажется, это, конечно же, в своем случае альп ТикТок. И для того, чтобы продвинуть музыку в трейд ТикТок, мне кажется, очень здорово помогает. Просто действительно, во-первых, если у вас есть финансовая возможность заплатить блогерам за то, чтобы они сплясали под этот танец. И в ТикТоке, по крайней мере, пока что, очень хороший трафик на эти рекламные посты. А если ты хочешь делать альп ТикТок и попадать к этим людям, то тебе не помогут никакие деньги, тебе поможет только огромное количество видео и, ну, типа, какие-то мемы на эту тему, какие-то штуки на эту тему. И одно из десяти видео попадет в рекомендацию. Я просто наблюдала за тем, как это происходит у многих современных музыкантов. Некоторые мне из них очень нравятся. Я их с самого начала поддерживала и думала, как жаль, что у этого чувака ТикТока посмотрело сто человек. На самом деле, мы переоцениваем ребята наших конкурентов, переоцениваем уровень нашего музыкального бизнеса. Если бы мы были в Америке и нам нужно было бы соревноваться с Арианой Гранде, я была бы более пессимистично настроена. Но у нас столько свободных ниш, у нас столько вообще проблем в фере культуры и искусства в нашем интернете. С другой стороны, в таком формате всегда везет очень смелым людям, пробивным, и есть шанс добавить своему таланту немножко вот этого... все-таки обратите внимание на мой новый трек. Вы все-таки посмотрите. И это действительно срабатывает. Мне кажется, это так. Я просто как бы заняла одну из таких ниш, как мне кажется, уже сейчас, которая была свободна. То есть на тот момент было очень мало девушек-артисток, которые типа сингер-сонграйтер сами спели, сами сыграли. Так что еще мне кажется, очень полезно искать какую-то свою нишу, исходя из своего характера. Очень много ребят пришлось отсесть. Вот понимаете, они вроде бы и хорошо все делают. И свели-то они все прекрасно. И там даже, например, сняли какое-то видео. Но я слышу, что этот человек, он просто фанатеет оксимирона. Или там, он просто очень любит коржа. И это так слышно, и это очень грустно, потому что никому не нужен второй оксимирон, потому что один уже есть. Вы как артист следите за продакшеном в треках? Допустим, когда мы с Витей записываем альбом, мы используем очень много техники и много разных колонок, чтобы ну типа сделать идеальный мастеринг звука, чтобы он хорошо везде звучал. Но начнем с того, что никто не будет слушать его с этих колонок. Все будут слушать его с Airpods, и вообще, знаете, 0-0-0-0 3% оценят вот эти твои заморочки. Ну и психологические. Но я просто стараюсь на это позитивно смотреть и считаю, что все это зависит от нас с вами. То есть если будет больше музыки, которая записана с помощью живых инструментов. Ну, лично я это всегда слышу, когда это гитара из твоего какого-то фрути-лупса просто там, ты нажал эти квадратики, и когда люди записывали в студию, отдельно звали там басиста, барабанщика и так далее. Мне это все слышно. А на что ты ориентируешься в написании песен, в первую очередь? На текст или на музыку? Что для тебя во главе ринга? Скажем так. Моя склонность больше к тексту. Я могу как угодно стараться, но я просто очень люблю привлекать к работе много разных людей, и я люблю полностью давать им, ну, то есть, когда они меня спрашивают, что ты хочешь, какую ты хочешь музыку, я говорю, любую. какая тебе нравится, которую ты мечтал сделать, но никогда не мог. Я пишу текст, я играю на клавишах мелодию, и в таком виде я передаю трек следующим людям, которые делают тарантовку. Если человек действительно талантливый, то, конечно, для него он загорается в этот момент. Я пошла по такой схеме. Но в начале, когда я была совсем одна, мне приходилось это брать в свои руки. Если вы хотите это загружать на Apple Music и Spotify, вы можете говорить, так мы не сможем загрузить на Spotify без того, что мы там не разделим кто автор, кто что, и мы не сможем никакой подписать договор, и вообще никто не получит ни копейки, если мы сразу не определимся. Но здесь надо проявить немножко вот этого. Мне интересно, вот когда ты выпускаешь определенный какой-то хит, да, твой альбом, например, и вот эти песни постоянно ротируются, и они у тебя всегда в топах сохраняются, и ты продолжаешь писать, но ты не можешь перебить их панку, ну, во-первых, что ты ощущаешь, и как ты пытаешься от их переплюнуть, грубо говоря. Да, первое время это было. Когда мы выпустили раскраски для взрослых, особенно песни каждый раз, это было ужас, это было везде, и ты уже не можешь расслабиться, потому что ты как будто бы поняла, что людям нравится, и ты хочешь что-то, ну, может быть, как-то по-другому себя раскрыть, или вообще у тебя какие-то новые мысли, но ты помнишь, что им нравится вот эта тема, что им нравятся вот такие рифмы, и как бы ты ни старалась, от этого практически невозможно абстрагироваться, и я этого очень испугалась, и мне хотелось как-то еще что-нибудь подкинуть, какой-нибудь поленце в этот костер, и это было ужасно неприятное чувство, ничего общего с творчеством не имеющее, мы просто решили взять перерыв, хотелось вообще просто абстрагироваться, как будто этого ничего не было, потому что только так рождается творчество, короче, мне понадобилось просто много времени подождать. Как этому отнеслись твои слушатели? Да, у нас достаточно экспериментальный следующий альбом получился, а как слушатели? Говорят, шикарно, но я не знаю, мне просто сложно это оценить. Ну, не было такого желания продолжать сбить в том ключе, например, тоже каждый раз, то, что твой трек, да, один из популярных, то есть вот, ну, вот сделай так еще раз, и вот сделай так еще раз. Конечно. И были такие повторы? Очень хотелось, но я посчитала, что надо это перебороть, иначе, я думаю, моя бы карьера очень закончилась, скоро бы, очень быстро, лучше ничего не делать, чем сделать что-то не то. Я хотела попросить Лизу, как ментора нашего первого блока, дать нам всем какой-то совет, какое-то напутствие, может быть, пожелание, вот, чтобы ребята как-то дальше не бросали свое творчество. Я очень хочу, чтобы вы были смелыми и не боялись опозориться, потому что, да, не перед кем позориться. Каждый думает только про себя самого, и никто вообще никого не оценивает на самом деле. Вот вы мне сказали оценить ваши треки. У меня даже этого механизма нет, потому что никто этого не делает. Каждый только свои песни слушает целыми днями. Спасибо большое. Очень классно мы с вами все поболтали. Спасибо, друзья. Я надеюсь, вы хотя бы провели действительно хорошо время и, может быть, вы вдохновились, например, отомстить мне и побить меня в карте. Я именно такую эмоцию хотела вызвать сегодня у вас. У тебя была такая эмоция, вообще, ты с кем-то соревновалась когда-то? Ты знаешь, я писал, когда альбом, я прошу, я не помню, был популярен Эл-Джей, я послушала его песни, и у меня такая, это сейчас, типа, самая популярная музыка, типа, самая лучшая песня на русском языке звучит вот так, и, типа, я могу сделать кое-что получше. И так же, если честно, было с альбомом Максимирона Горгород, потому что он вышел незадолго до альбома «Раскраски для взрослых», я не думаю, что у меня получилось его побороть, получилось что-то очень отличающееся, это очень разные два альбома, но эмоция это была, типа, ты считаешь, ты самый умный? Нет, я умнее тебя. Тоже неплохое чувство, наверное, не стоит это афишировать, так как я, но оно тоже может смотивировать. Друзья, спасибо вам за этот прекрасный вечер, участвуйте в других челленджах Levi's Music Project и будьте крутыми музыкантами, я буду следить за вами и поставлю за вас свечку сегодня. Лучше лайк. И лайк. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok